добрый день уважаемые коллеги я самого начала поблагодарю моих помощников ассистентов которые сегодня аж четверо вместе со мной правда это и алексей дьяков сошников олег ну и татьяна новикова или татьяна новикова сошников олег и яков алексей они много помогают и им как бы как говорят на иностранном языке большой респект и мое персональное уважение я думаю вы им благодарны потому что не но будет порядок значит я сегодня хочу обратить ваше внимание на то как наш вебинар называется организационно права вопросы ответы то есть есть определенные нюансы о которых я сегодня отдельно хочу поговорить и обратить ваше внимание очень много вопросов и мне достаточно трудно сегодня селектировать значит ну скажем так давайте делать это спонтанно и время покажет я постараюсь сегодня ответить на вопросы которые поступили они все конструктивные спасибо тем кто задают вопросы люди действительно ну как бы радеют за это дело и им интересно и важно знать как дальше планировать свою деятельность как людям объяснять и так далее в чате в чате в нашем мы его сейчас переименовали и уже приименую я сейчас не помню я сейчас вы поймете почему значит тоже задаются вопросы и мы сейчас находимся в достаточно интересном периоде и об этом тоже поговорим давайте сделаем так вот сейчас мне пришла видите вот начинаешь общаться с умными людьми сразу я не себя имею ввиду значит у меня сразу пришло понимание как сегодня построить нашу встречу достаточно вопросов я сейчас чата постараюсь может быть не сильно обращать внимание вы уж меня извините первую очередь отвечу на вопросы которые поступили через интернет интернет пространство через форму которую алексей дьяков предложил и мы пользуемся но для этого до этого я пройдусь и дам вам основную информацию чтобы понимали что у нас впереди то есть это все время утрясается и становится как можно но скажем во первых я сам разбираюсь в этом и поэтому имею право вам доложить как это дело понимаю то что я вам докладываю сегодня и доношу до вас это скажем мое видение и трансформированная в информацию которая здесь передается на основании тех допусков которые даны на совещании в минске которое прошло вот буквально недавно и так смотрите дорогие друзья значит первая заставка я даже еще ничего не начиная с вопросов очень важно понимать что что такое адресные проекты не будем больше с ними разбираться это епархия и это полностью при вся работа все компетенции принадлежат gti и зао струнные технологии они создают систему подготовки инженерно-технического обеспечения строительства и эксплуатации по адресным проектам нам мы мы скорее капитал мы создаем систему предпроектной проработки и готовим эффективные пилотные проекты по мере наших возможностей и возможностей вот этих двух компаний основных акционеры и инвесторы не делают этого запрет на это потому что я уже говорил что скажем так чаша терпение генерального конструктора и автора технологий переполнилась потому что произошло в италии когда значит к счастью это не инвесторы и не скажем акционеры или скорее всего акционеры skyway но не инвесторы капитал через капитал там преподнесли может быть их подставили я не знаю идет достаточно такая ну как бы игра порой не знаешь когда тебе задают вопросы и куда тебя вообще хотят привести то есть я приведу сейчас два интересных примера поэтому может быть там и некого особо винить просто было так подано как кому-то интересно понимаете вот там говорилось очень странные вещи по той информации которая пришла к генеральному конструкцию и то что мы слышали и полностью дискредитирована была система транспортная система на по технологии сковей и было сделано заключение министерстве этого этого региона в котором кто-то там полез презентовать это чуть-чуть какая-то ошибка могут спокойно воспользоваться политические силы бог знает еще какие конкуренты и так далее тогда конкретно проект не буду называть где в европе был всячески попросили выступить попросили передать информацию зал струнной технологии сделала расчетик показала значит потому что коротенькая идея была как начать пилотный проект запросили мэр города поддержал что выяснилось он подал на совете значит старейшин этого города то есть на городском совете подал информацию лишь только для того чтобы подтолкнуть проект по трамвайному транспорту сказал что смотрите хорошая технология но она еще сыренькая вот поэтому нам самое время построить травм трамвайщики испохватились поняли что да им уже дышат затылок быстро нашли свои возможности и проект трамвайный пошел дальше то есть видите на нашей на нашем горбу въехали в рай то есть вот и такие вещи возможны поэтому все адресными проектами занимается те чья это непосредственно работа и необходимость мы по мере возможности только помогаем акционеры инвесторы не делает это запрет на это да это не значит что иванов петров или уважаемая кто-то сидорова могут как бы презентовать не надо лезть ни в какие государственные структуры ни в какие официальные структуры мы не являемся представителями которые могут презентовать технологию таким образом что давайте делать проект нет можно да можно говорить можно идти и говорить там что есть хорошая технология но говорить то что есть на официальном сайте я не устану повторять это не выдумывайте ничего небольшая информация что мы достигли что есть взяли из интернета с головной компании сайта skyway capital повторяю сайта skyway capital сайта головной компании и этим можно и нужно пользоваться не придумывать ничего не добавлять если вы презентуете презентуете просто возможности как ну скажем как волонтер возможности skyway другое дело когда вы говорите с возможными инвесторами это совсем другой но с инвесторами надо говорить если вы видите что это очень крупный инвестор очень крупный выше 100 тысяч там долларов и так далее то тогда надо обращаться за помощью если вы считаете на необходимо душах я очень много просто вот очень много в определенный период 2016 2017 половина 2018 года просто когда мне просили я приезжал это касается эстонии латвии литвы польши германии приезжал просто крупным инвестором презентовал то что я понимал как я принимал понимал потому что очень много вопросов было организационно-правовых докладывал и люди скажем так я могу сказать что результат был неплохой по крайней мере 20-30 процентов из тех кому было презентовано они проинвестировали люди люди были довольны по крайней мере те люди которые их ну как бы приглашали являлись инициаторами поэтому и в завершение здесь этого слайда мы держим фокус на инвестиции и компетенции в этой сфере мы с вами вместе дорогие друзья договорились идем дальше теперь ответы на вопросы и непонятности вот этому уже второй пункт третьего не возникло к этому мы сейчас придем к вопросам я пройдусь по слайдам значит смотрите сейчас очень важно понимать где мы находимся куда мы идем еще раз очень простой слайд потому что меня просили что вы инженер не придумывайте сложных слайдов значит я теперь стараюсь исправиться и обещаю вам что я исправлюсь вот буду очень простые слайды давать вот мы не делаем сложной системы первый этап это эко технопарк сертификация технологии сковей 15 этапов первый этап или первая стадия первая фаза 15 этапов здесь вот они они переходят новые технологические проекты сковей что это значит это значит что в период пока это идет видите это идет у нас еще но уже возник целый ряд проектов которые не были бизнес плане не в 2013 нет 2014 не 2015 они стали возникать конце 2016 17 и много пришло 18 что это за проект в первую очередь не было юни байка не было юникара не было мостов которые вот только что вы сейчас видели не было сверх значит супер или гипер скоростной линии мы не говорили о на тропическом варианте высокоскоростной трассы вы знаете почему она возникла она возникла с одной стороны от хорошей жизни с другой стороны она нам на пользу потому что планировалось бизнес плане если вы посмотрите я ошибусь я думаю там может быть на на десяток миллионов если скажу что по бизнес-плану предполагалось около от 80 до 110 миллионов всего 250 232 миллионного значит инвестиционного объема бизнес-план предполагалось на строить проектирование строительство и сертификацию высокоскоростной трассы мы до этого еще дошли спроектировали но в белоруссии это стало невозможным поэтому приходится переходите мы переходим на планирование проектировку высокоскоростной трассы тропическом исполнении но это уже другие расценки это почти два два с половиной раза дороже понимаете это к слову о том и к тем вопросам когда вы задаете говорите как так вот были вот 15 этап уже вот 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 он уже виден тут за за углом значит это самое как мы не собрали почему этого нету и так далее я потом буду отвечать на вопросы еще прокомментирую я обращаюсь здесь только ваше внимание на это чтобы вы акцептировали или ну как вот фокусе держали эту вещь что здесь сейчас возникает очень много интересных вариантов которые являются дополнением технологий потому что акции залоговые залоговые документы доли или акции они есть не случайно введено было потом еще я там буду отвечать на вопрос я скажу почему или прокомментирую зачем нужно было еще евразия nrvc systems holding 3 создавать с достаточно большим объемом резервных залоговых акций вот вот именно для этого чтобы идти дальше новые технологические проекты ведь вопрос в том что даже я так понимаю это я так понимаю что даже если мы или когда мы придем вот мы все говорим будет не будет технология это строительство и к дому будет ли она наша или нет будем ли мы с этого получать какой-то доход или нет вы понимаете дело в том что до сих пор это делалось на частные средства и не за счет инвестиционных средств этого бизнес-плани не было но вопрос в том что значит я не исключаю что вот этот переходный паре вперед с первой фазы во вторую он приведет нас желаем этого или нет тому что эти технологии они же ведь только находятся на стадии скажем предпроектной проработки теперь предположим кто-то заказывать или кому-то нужно делать значит проект на строительство линейного города или линейного поселения не важно что по технологии застройки и к экозастройки о которой анатолий дворович говорит что это значит это значит что нужно профинансировать это все и ни один инвестор со стороны не будет это делать мы имеем резерв и мы решим мы вместе значит или нам будет предложено вернее так что будем это финансировать доработку и выведение этого продукта на рынок это абсолютно разные вещи разработать ведь юницкий до 2013 или 2014 года прорабатывал и подготовил только базу технологического решения само выведение на рынок началось 2014 году этим занимаемся мы сейчас все вместе ровно так будет и с любой другой технологии о которой мы будем говорить поэтому возникает и мы входим во вторую фазу нашего развития проектов skyway которая без технологии транспортной технологии не имеет смысла это уже совсем другой бизнес и поэтому а дальше пардон здесь должна быть тройка так я забыл одну палочку сюда поставить считайте что здесь третья фаза это будущее когда мы сделав и выйдя запустив весь проект получая уже дивиденды и так далее будем готовы крупным мы этого не сделаем без мощного сообщества здесь нужно создать чтобы сюда перейти то здесь нам скажем так мы являемся как бы я не уважал всех нас вместе со мной взятыми спасибо кто дорисовал там олег или кто-то там это сделал вот значит мы осилим лишь только тогда когда мы привлечем в миллион раз больше людей вот тогда мы только сможем перейти к общепланетарному транспортному средству понимаете это не так просто кто-то думает сидит о сейчас мы тут немножко поковырялись запустили две-три линии и сейчас мы срочно чем это нет это колоссальная организационная колоссальная международная планетарная работа над этим тоже сейчас работают анатолий дурач чуть-чуть приоткрыл эту сферу и у меня просто вот волосы дыбом стали хотя и тут немного но все ведь те которые уже давно покинули этот аэродром или этот плацдар они даже стрепенулись где-то понимаете потому что колоссальнейшая работа и об этом мы будем говорить и о чем это сказала в первую очередь мне это сказала то что дорогие друзья вы правильно думаете создавая фонды которые вот-вот-вот начнут работать и поэтому наша работа здесь вот переходном периоде с первой фазы на вторую еще и правильно запустить работу фонда сконцентрировал на инвестициях на участие именно в инвестициях развития новых технологий и выхода вот поддержку сюда то есть ассоциировать надо будет во всемирный эко мир идти дальше поддерживая создавая там вместе критическую массу которая будет определяющей потому что все это страшно не просто и не является сейчас тема сегодняшний разговор поэтому дорогие друзья смотрите значит этом уже с вами рассматривать у нас сейчас есть два и на центра сертификации первые там естественно базовый это марина горка струнных технологий зао струнной технологии ведет там основную работу и инновационный центр skyway в шарджи skyway green tech который по есть и будет работать дальше строительство ведется здесь и вот мы я не буду повторять этому уже проходили 2019 2021 год завершение основных сертификаций основных которые чтобы не тормозили проекты строительство адресных проектов развитие технологий skyway о котором от которой мы говорим выход на айсио и айпио создание транспортной сети транснет но теперь смотрите красная стрелка здесь да переходим дальше что это значит это значит смотрите в первую очередь это все то же самое но развитие тенок вот блокчейн платформы skyway вот что необходимо и инициация айсио или других возможных инструментов но и выход на айпио естественно создание этого и важно то что до сих пор была первая фаза дальше мы идем переход на вторую фазу это легально и динамично финансирование проектов через блокчейн платформы skyway блокчейн платформу надо еще вывести многие сидят и думают о сейчас было объявлено сейчас токены живые появятся и мы поехали мне я лично могу вам сказать так что я не вижу жесткой необходимости и возможности даже чисто такой ну как бы правовой возможности прямо выйти сразу на международный рынок мы будем отрабатывать это какое-то время скорее всего будем отрабатывать внутри закрытом пространстве skyway сообщества эту платформу и поэтому никто никуда не опоздает то что были выпущены токены они было написано да я вам я вас уверяю что ближайшее время идет а разрабатывается основательная платформа о которой мы узнаем и белый лист будет вот ближайшее время ближайшие полтора-два месяца поэтому а это должно быть легально и динамично финансирование что до сих пор наше финансирование не динамичное хотя она достаточно для того чтобы осуществлять вот эту первую фазу и готовиться ко второй вот новых проектов развития технологий skyway об этом я коротко вы создание системы отбора и обслуживание проекта это все непростые вопросы потому что мы сразу все равно даже если у нас за дверью стояла бы еще в два раза больше проектов то мы их не осилили бы они все равно должны стоять как бы в определенной очередности это так как но понимаете вот костюмов к портному портных трое троим портные портным принесли 35 заказов все красивые хорошие костюмы они физически не успеют они не успеют передать это кому-то в аутсорсинг кому-то еще там другим партнер понимаете это все надо готовить потому что мы не костюмы шли значительно сложнее системы и поэтому здесь надо быть очень осторожны поэтому сегодня мы вместе под эгидой gti skyway капитал и всемирный фонд экопланета всемирный фонд экопланета будем создавать фонд кооперации инвесторов skyway этим сообществом 18 19 20 21 году будем готовы влиться в общую как бы работу и это значит что куда-то я потерял сейчас одну минуточку куда я потерял куда-то потерялась у нас тут стрелка как нее не вывести сейчас я посмотрю куда я там потерял вводил 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 и кбм нет ладно значит смотрите как умею найти тут как нашел вытащил спряталась значит смотрите совершенствование организации паровой базы для проектной технологии ясно создание предпривлекательной модели маркетинга дорогие друзья это в ответ тем и к маленький комментарий к тому что я сегодня уже в чате писал что создается модель которая будет настроена я ну скажем так достаточно сильно уверен что мы найдем эту модель как работать с блокчейн платформой skyway skyway капиталу как влиться в этот в этот в этот поток и как с ним работать варианты есть варианты есть могу вам вас точно уверен выход на рынке инвестиции с новыми продуктами это все вместе укрепление сонного процесса и его стабилизация что до сих пор идти дальше во второй фазу мы не можем когда у нас нестабильный инвестиционный поток его надо стабилизировать поможет это сделать платформа блокчейн с которой будет осуществляться и ее возможности значительно шире потому что если вы посмотрите базовую информацию которая была дана когда начинался процесс скажем так презентации возможностей так и не зации и создание платформы блокчейн скайвеевской там широкий спектр вопросов которых вообще никогда не говорилось раньше это и солнечная энергия это и о гумусе говорилось начали говорить в определенный и так далее тогда через платформу это будет делаться и мы там сможем участвовать поэтому как бы в большое море skyway воды скайвей потом я покажу картинку принципе нет картинку не покажу она мне не удалось здесь вот вливается много потоков которые несут и кто участвует час вот в создании основной технологии те к тем будет приезжать ежегодно определенная выгода в виде рыбки виде долларов из этого большого общего моря то есть те кто участвовали в общих технологиях неважно где начиная с экотехнопарка или еще где-то там дальше вот здесь новых технологиях они будут получать все остальные адресный проект это рукава или это так называемый вливающийся в основной поток средства за счет которых будет создаваться вот это основная база с которой будем получать дивиденды и выгоды поэтому кто участвует сейчас участвует в распределении получение выгод от всех технологий которые были проинвестированы человеком неважно там токены неважно там в эти самые через токены или через акции вот а будут участвовать те кто будет участвовать в адресных или конкретных проектах те будут получать и оттуда из той доли который у них останется или который у них есть и будет из основной технологии это два основных или два источника а разница их есть вопрос я потом вам расскажу значит еще прокомментирую вот и это очень важно здесь это уже несущественно и теперь к вопросу еще я перехожу уже плавно сейчас к ответу на вопросы смотрите самым основным я повторюсь самым основным документом который показывает чтобы не возникало никаких колебаний я акционер не акционер есть ли у меня доли или нет когда я их получу и так далее все зарегистрировано понимаете основным документом является у вас выдержка из регистра доли или акций я это считаю регистр акций евразийн релс кави систем с холдинг я сделал свою личную за период там 2016 году когда еще только один евразийн релс кави систем с холдинг был это какой-то фрагмент в виде значит тут есть количество регистраций моих скажем пакетов и есть общее количество же это факт что это существует в реестре подписан президентом группы компаний skyway group который участвует в договоре анатолия эдуардович и анатолий единицкий поставлена соответствующая печать все и к этому больше не возвращаемся сейчас возвращаемся обратно к вопросам значит смотрите прежде чем иначе я уже пойду дальше прежде чем я пойду дальше к тем остальным вопросам я хочу еще обратить возникла или вспыхнула там небольшая дискуссия по поводу не дискуссия обмен мнениями скажем так по отношению к вебинару там суходоев там маслов петров сидоров кто-то там ведет кому-то там что-то нравится кому-то не нравится друзья одному нравится стас михайлов другому нравится как поет борис боря моисеев и ничего страшного и тот и другой поет один даже пританцовывает и все нормально точно так же и с вебинаром поэтому вы знаете тут это не надо воспринимать как выход с лизинкой или какой-то стриптиз шоу прошу прощения за такое похабное сравнение значит так но это надо воспринимать как источник из которого я кто ты сидишь там по ту сторону экрана воспринимаешь или воспринимает и те определенный поток информации анализируете его и понимаете принимаете или не принимаете все я это делаю не для того чтобы кому-то и алексей суходоев и кто-то еще мы делаем не для того чтобы кому-то понравится а чтобы выполнить свою задачу передать информацию поддержать систему как я уже говорил систему иммунную для людей которым нужна поддержка понимание в передаче то есть где мы находимся куда мы идем с кем мы идем как мы идем и тогда то есть это для тех кто живет этим проектом вот пожалуйста это так и воспринимать значит теперь и вот по поводу вебинара значит она нужна нам в инвестиционном процессе проекта экотехнопарк была одна система вебинаров их было очень много то есть вот таким широким веером и спектром как вы помните это 2016 разгон шел полным массовым я посмотрел сколько вебинаров там есть у меня я вообще это сам удивился что я столько могу говорить значит в процессе подготовки уже мы перешли далее процессе подготовки участия в инвестициях в адресные проекты мы взяли направление на то что мы тут очень сильно начали все заниматься адресные проекты это была одна стадия сейчас мы перешли и переходим в период кооперации инвесторов и обслуживания акционеров то есть этот процесс будет идти сам собой им за него отвечает головная компания мы только будем давать комментарии здесь по поводу адресных проектов да вот по поводу пилотных проектов которые нам доведется вывести на общую как бы общую дорогу global transport и инвесторы за устроенные технологии будем комментарии тоже давать и очень скудную информацию понимаете и будем больше дальше вести вопросы кооперации инвесторов этот к вопросу о работе фондов потому что нам нужно создавать мощное сообщество критическую массу людей которые поддерживают эко мир по разным причинам одна из них наша чисто выгода или наш интерес вывести технологию которая является экологичной и другое вывести массу проектов которые будут вводиться через нашу платформу блокчейн блокчейн блокформу именно skywaves они обслуживают кого-то там не бегать кому-то там понимаете но поимейте терпение вот чем вопрос все остальные начинают точно по той же схеме но мы знаем куда девяносто девять процентов приходит 98 или 99 процентов приходит приходит в тупик к сожалению это так такова статистика мировая поэтому я завершаю четвертый пункт и перехожу к первому тем что наш формат вебинара будет меняться мы будем менять наш чат и будет целый ряд таких как бы реорганизационных вопросов и дальше мы будем смотреть когда мы четко поймем значит как мы дальше идем пока это еще не четко понимание зависит от тех целевых установок и фокуса которые мы возьмем дальнейшей работе будет объявлено как мы будем скорее всего мне сегодня видится я выхожу с предложением что один раз в месяц будет организационно правовой вебинар один раз в месяц и будут в определенной последовательности два раза в месяц по фонду и по по фондовым вопросам по созданию вот так называемой поддержки всемирной всемирной значит или планетарного фонда эко мир который создает создает головная компания эта идея англ эдуардовича и сейчас нас поддерживать и арабский мир арабский партнер уж они понимают что без этого мы дальше не пойдем дальше будет очень тяжело идти дальше вот с этого места вот отсюда дальше будет очень тяжело выходить да и это будет очень тяжело дальше развивать не создав то о чем я говорю и так я сейчас пробегусь когда примерно к ну все я сейчас посмотрел ваши вопросы значит до конца да там был такой вопрос говорили но вы же знаете что до 14 этапа это тоже очень очень основательно так наработки так я сейчас быстро извините я быстро пробегусь посмотрю что коррелирует с тем о чем я буду говорить ну а вы знаете дело в том что я вот все таки лера отвечу значит что говорили же дисконт 600 будет до конца 15 этапа договорили но вы знаете дело в том что значит было сказано что до конца и там не совсем так было сейчас принято решение ведь много что не говорили но делаю поэтому ничего страшного это за это об этом значительно раньше объявляется и поэтому есть возможность здесь сейчас это учесть ничего страшного здесь нет что скажем так с 14 этапа по всей вероятности это вероятность очень высокая уже не будет этой возможности есть люди которые спрашивают а что это вообще такое объясните значит я не беру сейчас это объяснять потому что ну не это место где сейчас это объясню задайте вопрос в чате в личном чате у тебя тем кто участвовали 2015 году 2015 друзья декабре месяце когда объявлялся вот этот пакет лояльности по ты поддерживаешь проект проект дает тебе шикарную возможность из года в год участвовать в этом и многие этим воспользовались ну и как говорится честь им и хвала причем исходя из этого будут и обратные возможности дорогие друзья потому что посмотрите я тут сказал что значит то у нас будут варианты значит вот я остановлюсь немножко на обеспечение ограниченного обратного выкупа значит да об этом было подтверждено еще ибо значит на при нашей встрече что есть сейчас варианты будут предложения будут разрабатываться и ну как бы они разработаны уже идея есть как это делать вот будет несколько несколько вариантов будет как бы несколько блоков возможностей обратного выкупа причем они будут синхронизированы и скорее всего возможны с того момента когда будет запущена блокчейн как мы предполагали с вами кстати запущена блокчейн платформа skyway тогда не не будет этого эффекта что кто-то где-то строит какую-то пирамиду и это вполне юридический правом смысле обосновано будет и возможно то есть без особых разборок это можно делать вот и есть возможность участия в очень больших проектах таким образом зачем нет другой категории фирсова маргарита у регистра держателя четко указано регистр б нет не путайте божий дар с яичницей я прошу прощения значит можно ли приобрести акции класса и если нет дорогие друзья мы не приобретаем акции не а не б класса мы получаем залог еще раз повторяю для тех кто прослушал или перепутал значит что мы получаем залог наших инвестиций под наши инвестиции под наши даже не инвестиции она сначала является кредитованием я буду сейчас отвечать там на вопросы и буду давать пояснение получаем акции евразии на русском и system holding 1 получали получали два там исчерпан запас акций 50 процентов минус одна акция там каждый из компаний надо оставлять 50 процентов плюс одна акция это те акции которые будут выводиться на и пио и сейчас создан специально евразии на релскале system holding 3 где мы сейчас работаем с количеством объемом акций или компания работает с этим объемом акций 50 процентов минус одна акция для обеспечения кредитования которое потом при определенной процедуре переходит в инвестицию когда кликаете когда пакет завершён вы кликаете говорите да я беру залог себе тогда это является вашей инвестиции но внутри компании инвестиции они инвестиции в понимании международные инвестиции в открытый в открытые акции в открытый доступ понимаете да вы являетесь инвесторами я являюсь инвестором именно на ту долю который я бы как бы оплатил вот но внутри компании и по отношению компании то есть закрытом клубе в закрытом кругу да можно сказать даже каком-то смысле закрытом клубе компании вот и поэтому есть тут такой нюанс те кто не подписали этот договор не приняли в свою у них нет вот такого реестра они у них это этот пакет не является там реестр и они являются кредиторами которые могут потребовать сумму которую проинвестировали через определенное время начать в течение трех лет после завершения пятнадцатого этапа закрытия на закрытия за принятие в эксплуатацию проекта на который был бизнес-план объявлен вот в течение трех лет могут как бы получить обратный плюс там до 4 процентов скажем такой дохода или интересами они называются той сумме которую проинвестировали и все так ладно теперь перехожу к вопросу ответу на вопросы потому что иначе мы тут с вами сейчас зависнем все планирует ли скобей создавать свой собственный банк куда инвесторы компании могли бы без опасения вводить выводить и хранить свои наличности хороший вопрос идея главное хорошее значит кто задавал этот вопрос я так думаю что это имеет смысл ведь смотрите в какой-то степени это нужно будет но на соответствующем этапе создать свой банк не так просто вот некая какую-то роль будет играть уже сама платформа ведь смотрите токены могут быть рассмотрены или крипто решение назовем это так я не буду говорить валюта или еще какое-то крипто решение на основе токена может быть это же сейчас существующие масса крипто решений они скажем есть так называемая замена банков которые ну совсем отстали со своими технологиями и тормозят по всему миру я сегодня скажу вам что я сегодня это испытал на себе у нас просто просто вот значит нет предела уже тем формализму которые которые сейчас банки делают какой дурдом например у нас есть партнером фирма с эстонским партнером с одним которая когда-то 15 лет назад развивал одну недвижимость там есть целый ряд участков которые которым подведена вода подвину электричество они находятся 85 километрах от таллина но у нас просто не времени ни у него ни у меня нет пока там дальше как бы вот их развивать они так вот как ресурс определенный стоят и было в этой компании которая владеет этим свой счет в банке счет абсолютно ну что там все адреса как бы изменились взяли банк взял и закрыл и теперь значит то самое нам понадобилось заплатить за землю оплатить нечего у нас окажется счета нет и вот мы сегодня полтора часа сидели отвечали на дурацкие вопросы банка оформляли массу вот такую кипу бумаг чтобы восстановить на мгновение восстановить счет открыть новый счет перевести те средства которые там уже висели долгое время на этот новый счет и дальше начинать свои операции делать то есть банки совершенно деградировали я там сидел и думал господи когда настанет ваш конец но у нас в какое-то определенное время поэтому отвечаю на вопрос на для слишком длинно на предыдущем биране чаток неоднократно упоминалось о грядущей смене дисконт что это значит кому он и почему еще действует кому он и почему ну кому он принадлежал и кому он был предложен и почему это еще действует но действует значит то если вы проспали под задает вопрос или извините пришли когда этого не было то есть так как есть это был пакет и скажем лояльности его так называли это был декабрь месяц 2015 года вот две или три недели там по моему это было потом начал дисконт уменьшиваться из января 2000 до или с какого-то там числа по моему декабря 2015 года он прекратил свое существование предложений те кто тогда вошли те вошли понимаете да то есть это был пакет это немного я сейчас не берусь говорить это где-то порядка там осталось где-то чуть сотен сотнях не буду сейчас спекулировать еще точно не знаю но достаточно немного уже людей которые этим пользуются но это такое есть но я извиняюсь я могу тем кто не знают сказать что были на этапе когда риски были большие очень большие временные технологические разные 2015-2014 году были дисконт был один к полтора даже два по моему самый большой дисконт был по моему один к трем с половиной тысячи понимаете да вот и это вопрос ответ на вопрос что значит а как так что вот мы уже на 3 почти вот только подходим к 14 этапу а уже создали еще и третью компанию евразийно релска в системе холдинг для того чтобы залоговые акции были да потому что мы не дофинансируем а приходится значит все акции выдавать в залог значит и чтобы обеспечить процесс инвестирования и так далее с прошлого с прошлого выпуска токена уже прошло с прошлого выпуска вы знаете токена вы еще не выпускали их обозначили уже прошло три месяца больше прошло уже готовится следующий никакого следующего делается все для того чтобы правильно оформить выпуск тех токенов и внутренний выпуск на международную биржу мы еще не выходим и на всемирный доступ мы не выходим будет внутренний доступ по каким-то определенным правилам скорее всего совсем в ближайшее время мы будем с этим работать что-то мы уже как бы знаем мы готовим сейчас предложение который на базе вот этого белой бумаги какая она будет вот ближайшее время вот и для вас тоже она будет выведена для всех но уже с возможностями как мы сможем этим всем пользоваться поэтому потерпите полтора-два месяца могу сказать так я себе поставил такое время ну время покажет почему не меняет этапы развития группы компаний skyway там там ну не этапы меняют скорее всего они меняют значит информацию там как и стояла число акций да дело в том что но это так было в начале по ходу и мировая практика показывает что не следует это обновлять это делается в ходе процесса и в интернете этого не имеет смысла менять мы просто знаем текущую информацию и она более правильно нежели сидеть и все время менять там в интернете тем более что это очень дорогое удовольствие чтобы меморандум снова запустить в интернете как долго до действует договор займов skyway capital я вам объяснил тут есть два нюанса значит что первый договор займа он является займом до того момента когда завершён процесс инвестирования завершён пакет оплата своей инвестиции или своего кредита по условиям пакета и у вас есть выбор принять его или не принять посмотрите когда вы это делаете там на информацию она там все вам распишет вот когда вы принимаете то тогда это вот столько и занимает действует договор после этого выполняется и фактически при сценарии что вы принимаете себе берете тот залог договор завершается именно тогда когда на ваш вы получаете вот такую значит выписку выписку этого самого сейчас я пройду вот такую выписку одну строчку там или две строчки вот вашей вашей сертификата или в реестр выписку из реестра изменять какую-то строчку да сейчас этот процесс затягивается потому что по два месяца передается это непростой процесс учета он становится все сложнее сложнее объемней и поэтому это не так просто все да и поэтому это немножко занимает времени что я себя сейчас показал вам свою запись я буквально вот две или три недели назад завершил пакет один он у меня там вышел в ожидании что он оформлен и он завершится договор поэтому я сказал что да я согласен не беру залог себе вот едва месяца буду ждать вот когда будет эта выписка тогда фактический договор завершается потому что skyway capital который является и агентом с одной стороны агент когда skyway capital говорит предлагает пакет и с другой стороны он является гарантом или же посредником от gti это в договоре все обозначено если вы посмотрите договор который есть доступ у вас так по какому конкретному одному из пакетов вот он является посредником и он обеспечивает вывод он получила gti такую полномочия вывод ваших значит залоговых акций в реестр и вот это с этого момента завершается его функция когда он передал и он следит за тем что это было выведено понятно да и есть второй нюанс дорогие друзья как долго действовать займа если человек не подписывает то есть инвестиции он сделал не подписывает договор у него остается висеть этот договор то опять таки посмотрите пожалуйста по договору там все извиняюсь этот эта инвестиция как кредит его кредит то завершается тогда когда он возьмет и объявит что я хочу получить обратно но такая возможность у него появится не ранее не ранее как через три года после того когда проект экотехнопарка и вот первый проект он будет обозначен что принят в эксплуатацию вот три года и после этого но это не значит что человек теряет возможность в любой момент течение этого времени прийти и подписать подпись поставить надоело мне ждать тех кров которые я получу потом я вижу что да действительно дело стоящее или я недопонимал чего-то там или проспал есть возможность этот подписать и провести эту все в реестр в реестр компании и все то есть завершить и тогда договор займ завершается понятно да и теперь дорогие друзья я перехожу еще меня тут на бумаге есть шпаргалка владимир объясните пожалуйста на какие разработки нужны полтора тире 2 миллиарда долларов проекту вот на различные разработки я об этом уже коротко говорил сегодня да это различные разработки которые будут вот здесь вот переходный перед в первую очередь это высокоскоростная да я вам говорил помните что по бизнес-план нужно было там по моему от 80 до 110 миллионов доля была в полутора в двух миллиардных двух миллионов 320 тысячах инвестиций по бизнес-плану там доля высокоскоростной которая строилась бы в беларуси было от 80 до 110 по моему миллионами примерно такой порядок вот то сейчас это нужно в два раза больше понятно да это раз теперь гиперскоростная на нее тоже есть заказ причем насколько я понимаю этот заказ именно не откуда-то а от того кто готов за это заплатить потому что уже нагрелся уважаемого господина значит маска поверил в это дело а видит что вообще-то надо было обращаться господину юницком вот и поэтому этот проект тоже сейчас ставится но скажем так если мы или когда мы идем с таким проектом то будет возможность это будет предложено уже на блокчейн площадке такая возможность и это будет новая возможность для этого тоже нужны деньги и вот так мы потихонечку будем выходить и мы выйдем к тому что вот чтобы сюда прийти сюда прийти да вот завершить вторую фазу нам нужно где-то полтора-два миллиарда закончить 15 этапов принять в эксплуатацию это все эту часть проекта и идти дальше с блокчейн платформы развивать ее это что же наш бизнес понимаете ведь пардон у нас же появляется преимущественное право получить те токены обменять продать через токены акций там целый ряд возможностей будет понимаете это тоже или через платформу будет финансирован это не значит что мы будем ходить так как мы ходили с протянутой рукой до сих пор ну я условно говорю мы не ходили с протянутой рукой вот поэтому мы как в этом этапах развития такой информации нет и она не менялась с 2016 года ну вот это есть да но как я понимаю финансируем строительство технопарка да правильно состоящий из 15 этапов и суммой для этих нужд было ну 250 232 миллиарда миллиона долларов на 60 миллиардов акций почему количество акций стало больше и сумма возросла и на что вот я уже говорил почему стало больше там не все было понятно с выходом на ipo потому что юристы которые помогали выходить на значит стартовать проекту они даже и не продумали тогда варианта что пардон не с нашими акциями свободными акциями компания будет выходить на международный биржу айпио понятно да то есть как на ipo выходит выходят компании со свободными акциями а мы кто мы владеем этими акциями 180 дней в зависимости на какую биржу мы выходим от 90 до 180 дней сидим и смотрим что там происходит а вышли как всегда это правило выходит по номинальной стоимости акции вот все свободные акции куда выставили это по 50 процентов плюс одна акция от евразии на релске сколлинг 1 2 и 3 мы сидим смотрим акции побежали вверх о мы уже стали богаче но мы стали богаче мы сидим мы ничего не только идет мы можем прикупить свободные акции еще но нам-то не интересно у нас тут он свои есть да когда цена пошла заметили вопа упала 5 ниже доллара я пособа на десятом этапе или на пятнадцатом этапе чуть дороже она упала еще ниже быстро прикупил акции опять и вдруг она полезла полезла пошла 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 и на 180 нас появляется возможность на сто восемьдесят первый день или же предложить свои акции или купить оттуда прикупить еще но предложить мы сможем только на сто восемьдесят первый день я ошибаюсь что я может быть даже и так что есть биржа есть условия когда мы не сможем являясь акционерами мы не сможем не купить не продать там будут свои правила то есть вот такие вот возможности дорогие друзья это надо понимать теперь следующий вопрос значит владимир поясните какие выгоды несет обмен акции на токены и выгоды владения токенами обмена акции на токены выгоды владеть токены но вы знаете какие я вижу здесь выгоды значит обмен акции на токены особой особой выгоды нет есть только операционная возможность на мой взгляд вначале по крайней мере значит ведь что такое токены как я уже говорил там я срахнул это начну ладно не буду вспоминать это значит токен это инструмент который дает возможность играть на курсе по курсе то есть я приобрел пойди по одному это было вчера а вот сегодня уже по 5 или вчера было по 3 сегодня по 5 но больше понятно да вот и все дивидендов токены не дают но может быть будут выпущены такие токены или будет некий такой как бы размещение которое позволит значит токеном токенов обменивать или за токеном будет стоять какие-то акции которые будут давать определенные дивиденды как правило токен не дает такой возможности получать дивиденды но при определенном подготовке может и можно будет сделать акции всегда дают в этом плане право на дивиденды самое главное чтобы проект был значит ликвидный и продуцировал бы доход который обеспечивал бы суммы выплат для выплат дивидендов вот какая основная разница причем с акциями я могу прикупить я смогу участвует каких-то адресных проектах но и а с токенами прямо там можно будет участвовать тоже так что тут разницы если это предбудет предусмотрено в каком-то адресном проекте 1 2 или 21 будет возможность скажем приобрести акции за токены все зависит от того какой курс будет этих токенов или какой-то единицы который будет такая возможность дана поэтому прямо сказать такая небольшая разница есть выгоднее конечно иметь акции акции вы всегда обменяете на токены скорее всего поэтому как говорила моя бабушка что яички надо держать как минимум двух корзинках вот рассчитывать это расчет дорогие друзья я немножко буду держать одних ну и все остальное в акции потому что с токеном да ну ладно не буду сейчас больше философства в чем разница участие в rsv skyway капитал из и свик значит дело в том что свик он раньше был skyway инвест групп теперь он должен называться sv инвест групп так и было сказано по крайней мере да вот потому что он занялся проектом который при напрямую не связаны с технологией skyway и что это за проект крипто юнит от ставим посмотрите я не знаю что это нам у них такое я этим не сильно интересуюсь это это юнит который призывает инвестировать куда-то там другие другие направления не знаю на что я не знакома с этим кого не спрошу толком никто ответить не может а чё спрашивать да уважаемый николай зайдите прочитайте там все должно быть написано если вам это интересно я еще раз вам говорю смотрите наша задача дорогие друзья на чем концентрироваться вот акционеры не делают это запрет фокус наш на инвестиции и компетенции в этой сфере то что вы выясните что там делается да это будет повышение вашей компетенции поэтому потрудитесь это сделать и будете сами знать а так вот ну что я могу сказать я я там компетенции свои не повышая я занимаюсь skyway проектом напрямую значит где получите поскольку на ваши вебинары в чем разница так 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 и что за проект так расскажите поподробнее об этом и ссылку на ваши вебинары где получить ну вот там уже было это сделано человек получил значит дальше значит владимир яковлевич маркович значит правильный пожалуйста зачем нужно участвовать своими долями в адресных проектах что мне это даст если мои доли акции так участвует технологии skyway ну а дэп об этом я уже говорил татьяна что вы участвуете это вы будете получать из большого моря или озера накоплений со всех проектов до рыбу вам просто привезут эту рыбу а когда вы участвуете в конкретном адресном проекте значит или чем-то туда инвестируете токенами акциями то вы будете получать этих акций и там и плюс эти акции будут у вас участвовать здесь если вы их не продадите туда и не продадите или не обменяете на токены и тем самым реализуете их а просто заложите такая такие возможности тоже вероятно будут по крайней мере они применяются и вы сможете и там получить определенные выгоды из проекта если он будет выгодно и не промахнуть вот и естественно еще и вам привезут как бы доллары с основного дохода через житя и через евразин рэл скале систем сволдинг когда они будут выплачивать дивиденды значит буду получать дивиденды где применяется налоги так об этом говорили на многих и на ваши ваши линии думаю лучше участвовать деньгами когда будет двойной доход ну почти что так я вам объяснил при закрытии всех 15 будет ли обратный выкуп доли по номиналу нет такого по крайней мере пока таких планов нету вот потому что потому хотя кто его знает если вдруг появится крупный инвестор по другим правилам будут выкупы я так думаю что я бы предложил а я об этом уже говорил значит что я бы предложил чтобы первую очередь было бы скажем там выкупа у тех кого она прижала значит какая-то доля там по каким-то условиям в расчете из конкретного этапа и так далее вот какой-то сумме вот выкуп такого выкупа не будет потому что такой выкуп будет тогда когда на биржу выйдет вот тогда будет или доллар или выше а выкупать обратно но я не исключаю варианта что нет свободных акций и вдруг привели нельзя больше реализовать и свободная акция надо сохранить нету больше залоговых акций или же выгоднее их пустить по обычному проекту а есть инвестор который хочет приобрести очень большое большую инвестицию сделать и выгоднее тогда предложить значит что вот давайте 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 купим но я так думаю что ни один бизнесмен не будет если инвестор готов платить по одному доллару то он в любом случае скупать будет по пах по меньшей сумме поэтому здесь соуса я думаю что нет правильно не буду философствовать правильно сказать вам ответить что нет вот по номиналу ну вот значит компания выкупала акции в очень малом количестве да там был еще такой вопрос в начате что компания выкупала частично акции в очень малом количестве и это была такая пробная пробный шар перед тем как выйти выпустить вот именно блокчейн платформу перед этим или процессе этого сейчас готовится еще небольшие выкупы с различными условиями не буду спекулировать и не имею права это делать прошлом году а вот большая тема была что в прошлом году в 2018 предполагалось предполагалось что за 2018 год 2019 будут дивиденды по бизнес плану но я даже говорил сумму этих дивидендов на вебинарах и это все правильно но я повторял это был бизнес план мы от бизнес плана отстаем в одном смысле и в другом смысле мы его опережали то есть у нас бизнес план по ходу изменяется дополняется развивается и поэтому реальность строительства трасс в полном объеме она сдвигается и я бы сегодня сказал так она сдвигается на два года но это не значит что компания например рассчитав и завершивку в середине этого года отчет по 2018 году может быть решить там я не знаю там по какой-то суммы серьезные на выплаты дивиденды но но ее негде взять откуда и взять если разве что устроить пирамиду собрать большую сумму выплатить дивиденды понимает то есть доходы источники доходов они достаточно ну скажем да я такие что что серьезные дивиденды пока с них выплачивать не возможно по крайней мере нет таких хотя все течет все меняется под луной поэтому поживем увидим поэтому что касается от конкретного вопроса до планировалось 2017 году завершить но мы сейчас находимся в девятнадцатом году и еще 15 этап не завершён поэтому дивиденды ну сами понимаете да ну вот и все дорогие друзья и время уже завершается сейчас посмотрю что за вопросы здесь а что кто-то собирается помирать на даже в 9 нервы слабые ждите время летит конечно руслан очень правильно ничего там ничего страшного все будет свое время я не устану повторять что чуть попозже но будет литвиновый андрей если построить одну грузовую так хорошо не буду вашей дискуссии старт важно не обязательно выплаты дивидендов хорошо ваш обмен владимир как идет развитие проекта юни мобиль что сертификации есть ли заказы да и не предполагалось заказов уважаемая уважаемые сережки на лет кто он говорил что заказа будет это же тоже проект которому сделали так называемый опытный образец а запустить этот проект нужны деньги вот вот она где это мы говорим вот из этой сферы дорогие друзья то же самое тот же самый вариант что он про экодома говорил лекта и технологии строительства экодомов ведь и малых количествах гумус выпускается ну а если завтра кто-то закажет что дайте нам скажем так пол пустыни заполните деньги нужны чтобы это в промышленном не в опытном даже не в опытном а промышленном производстве подготовить и выпустить выходить на рынок все не просто дорогие друзья поэтому всякомобилем не забивайте себе голову это не наш бизнес пока да 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 правильно руслан так строился нулевой километр примерно так было можно так ответили вы обещали рассказать о дальнейшей возможности обратного выкупа елена но я же он сказал возможности будут я не говорил что деталях буду говорить возможность будет ближайшее время для определенных групп инвесторов причем будет учтено что как раз говорили что скорее всего я так думаю что если те кто уже устали ждать и а возраст 60 с плюсом или плюс 60 и больше или плюс 70 вот тем будет предложено какие-то какие-то определенные предложения сделан я бы так сделал по крайней мере ну а еще раз повторяю это будет уточнено после того как только будет запущена платформа платформа будет скажем так белый лист и ее запуск при как бы подготовлен я думаю это займет еще полтора-два месяца как минимум вот потому что и нам надо еще готовиться там так мы это первый конечно значит кто от так отменят пакеты с дисконтом или нет но было уже с каждым марина что отменят вероятность 95 процентов что так будет будет в роман сличками да будет у личных кабинетов поэтому давайте не педалировать эту тему суда вчера конкретно сказал что будет отменен да значит сухадуев лучше знает я бы так критично будет скорее все отменен так было сказано так что до спешите да да правильно руслан да вы о чем одна одна цена почему нигде нет информации столько всего у нас акции сколько уже ну как нету выкуплена значит посмотрите вебинары мои там есть расчет вы это можете если не поленитесь можете посмотреть по своим сертификатам которые у вас были или вы можете его заказать получите там на нем будет написано сколько у компании акции у евразии на скале систем холдинг холдинг 2 холдинг 3 но на моих вебинарах было сейчас не буду повторять я уже немножко приустал и поднимать не буду поговорить им много у нас в чате умных людей они могут вам помочь это просчитать продать не приобрести акции при выборе выходе на как это по какому правилу некоторые не смогут ни продать не приобрести мари уважаемые потому что на биржу еще раз повторяю слушайте внимательно на биржу выводятся свободные акции вначале понимаете это называется доступ или вывод свободных акций а мы являемся акционерами и в зависимости от того как биржа отреагирует как она сработает сможем с 181 дня это большинство скажем 90 там я не знаю я могу так сказать 90 процентов без серьезных бирж так это делают вот и все посмотрите правила бирж есть как они действуют привилегии дело в том что я вас уверяю что у нас есть одна привилегия смотрите мы наша компания головная компания готовит и выводит в использовании ли запускает платформу блокчейн платформу у нее будут токены эти токены связаны с акцией поэтому значит кого приспичит не надо ждать выхода на биржу понимаете можно через токены разменять акции и так далее на определенном этапе эти правила был мы прочитаем в белом листе и они будут постоянно дополняться в особенности все проявится и будет абсолютно прозрачно абсолютно понятно к моменту когда эта платформа будет выведена в международный на международный уровень вот и все поэтому здесь не надо не волноваться ничего какая разница между членами rsv systems и капитал никакой никакой разницы кабинеты разные где они у них на акции у них нет такой акции что у них на акции а это значит ведь смотрите я вам просто хочу сказать что они просто используют это ведь кампания евразии на риэл скоби систем с холдинг это компания которая имеет только один вид акции и там его можно показывать что это а акция но практически правовом смысле не имеет смысла чтобы акции там нет понимаете зачем а говорить и вот когда будет друг друг например будет введена b акция тогда будет и а и b понимаете может быть что-то эти все варианты возможны сейчас пока только одни одного типа акций и тогда не говорится они б или а или c они может быть с акциями будут понимаете еще две каких-то категории акции ведут а эти наши акции станут супер привилегированными внутри компании все они будут c акции и тогда они будут какими-то одними из и тогда им придадутся статус c например или b понятно да возможно и будет два раза в год только этого года дождаться надо тогда руслан я понимаю за четыре года не было озвучено что цена разная понимаете ну важно так давайте я посмотрю что тут еще есть серьезно дальше если кому-то я что-то серьезно не ответил посылайте вопросы посылали на как это и не мобиль и к дом и прочее не наш ну как него конечно не ваш бизнес уважаем уже уважаемая лена бизнеса то еще нету я вам говорю о том что этот бизнес надо запустить то что я придумал это еще не является бизнесом придумал юницкий и этот юнимобиль придумал инженер который является руководителем вместе они там придумали инвалид один придумал понимаете вот и все это надо вывести тогда это будет нашим продуктом разница есть не путайте божий дар с яичницей 60 лет люди хотят жить хорошо не меньше чем конечно конечно все правильно и в 70 и даже в 72 года я вас уверяю владеющие простыми акциями ставить имеют право голоса но да них нет таких акционеров любовь чего вы думаете таким акционером является юницкий он владеет простыми акциями global транспорт инвестмент global транспорт инвестмент все привилегированные акции вложил в компании евро азиан рэс к висе стимс холдинг один холдинг 2 и холдинг 3 все привилегированы причем до выпустил из простых акций в привилегированы еще определенное количество если следите за вебинарами может быть такой что компания выйдет на пио со стоимостью акций на айпио нет юрий всегда это железное правило на айпио а компании выходит стоимость акций по номинальной стоимости в нашем случае это один доллар вот и все не будущее запутывать ваши мозги там есть разные разные еще варианты но как правило это так литвинова значит галина мало что написано я могу что угодно написать но в рамках правил это могут быть и доли могут быть акции понимаете я это называю акциями хотя хотя значит когда надо я это называют долями здесь я не хочу крутить понимает потому что международном понимании этой доли могут быть и акции я об этом уже говорил на прошлых вебинарах это не суть важное посмотрите что там написано английском языке и вы поймете вот еще раз вам покажу смотрите что здесь написано еще регистров евразия рейс к висе холдинг лтд вот переводите как вы хотите шер этой доля шер и акции вот все так дорогие друзья я вас благодарю за внимание вопросы которые не ответил или вас не удовлетворили задавайте их корректно я готов на них ответить значит желаю вам хорошей весны солнечного настроения тем кто находится в поясах где время изменилось пережить один месяц адаптации тем а россия умная не меняет больше времени мой поклон всем тем кто умные вот и самое главное берегите себя будьте здоровы берегите своих близких от них ведь взаимоотношения это очень важно будьте терпеливы и мудрости всем нам месте взята строй сковей спасать планету и мы наверное и 5 в Продолжение следует...